Всем привет! Снова с вами GameDragon и у нас сегодня Stronghold Warlords. Кто не знает, что такое Stronghold и что такое компания Freefly, тот потерял многое-многое-многое. Вы можете быть очень молоды и не знать об этом, но тем не менее. Я вам об этом расскажу. Была серия игр Stronghold, где вам надо было строить свой замок, выживать, нападать на другие замки и проходить компанию. Была потом Stronghold 2, в общем, потом даже Stronghold 3, которая очень такая себе была, не очень. Потом долгое время была Stronghold Online, которая, в общем-то, в принципе, неплоха, но она онлайн. И сейчас мы имеем полноценную одиночную компанию Stronghold Warlords. Как вы видите, действие нас переносит на восток, в общем, в Китай и в Монголию. Поэтому мы возьмем одиночную игру. Есть у нас пользовательские схватки, песочницы, карты сообщества, компания. Давайте возьмем компанию. Я не знаю, насколько и как долго меня хватит на самом-то деле, но посмотрим, что из этого получится. Итак, компания Королевства Джунглей. Первая вот у нас компания. Давайте мы сейчас всем Reset Locks сделаем. Это вот у меня еще версия чуть-чуть ранняя. Этого потом не будет. Вы будете проходить компанию за компанией. Ну вот давайте начнем. Первая у нас компания. Как раз вот на побережье где-то Таиланда. Вот Китай у нас вот здесь. У нас пойдут компании за компанией. Всего получается пять. Одна из них мирная компания. Не знаю, может она откроется чуть раньше, может чуть позже. Черт ее знает. Итак, новый король. После смерти короля клана Тук, Тхук, ответственность за его людей, пала на плечи его сына Хукфана. Окей, написание задания. В течение многих поколений правления королевством Ван, короли Хунг видели много улучшений в технологиях и промышленности. А надежная система ирригации обеспечивала постоянные урожаи риса для растущего населения. Но их род также известен затяжными военными компаниями, которые уничтожили деревни и города этой земли. Желая продолжить захват земель, король Хунг обратил свое внимание на племена на севере. И теперь его армия движется к границам. Вот такие у нас сделаны интерактивные, получается, компании-вставки. Итак, новый король. На севере Ван Ланг многие племена процветают на плодородных землях в подножьях гор. В общем, будем бороться. Значит, у нас есть уровень сложности, есть помощь, как стандартно в прошлых играх. То есть, есть просто общий инструктаж и есть подсказки, которые вы можете нажимать, чтобы посмотреть потихонечку, как играть. Значит, мы начнем. Выживание. Переживите нападение из джунглей. Строите, развивайте свою экономику и завоевывайте военачальника в ближайшем государстве. У нас здесь появилась такая некоторая новая механика. Мы ее с вами посмотрим. Пачечки риса стоят. Так, это наша компания. Это замок. Ну, замок, он мало похож. Доджо такое. Итак, отбейте предстоящее нападение. Значит, вон у нас есть нападение. Вон бегут по синим по карте. И вот мы тут деремся. То есть, в принципе, управление стандартное, как было раньше. Ничего особо не поменялось. Такая хорошая, добротная классика. Вот. Просто в обновленной графике есть некоторые моменты. Хорошо. Только мы с вами... Значит, это у нас казарма. Давайте духовиков. И поставим их на горку. Классика здесь такова, что чем выше у нас стоят стрелки, тем дальше они стреляют. Причем заметно. Причем заметно дальше. Давайте поставим. Пусть они сюда все двигаются. А мы начнем развиваться. То есть, стандартная... Вообще, вообще, по интерфейсу особо ничего не поменялось. По геймплейным механикам. Такая добротнейшая, добротнейшая классика. Расставляем дереводобытчики. Ну, вот у нас тут три. Давайте, пусть три будет. Дальше. Еда. Еды. Кинем сюда. Четыре поля. Пускай будет рис. Домиков нету. Больше у нас особо ничего нету. Есть вот такие вот баррикадки, которые стоят 50. У нас 85 дерева. 715 риса. И больше особо у нас ничего, по-моему, и нету. Значит, у нас есть военно-начальники. Которых пока нам, опять же, не дают открыть. Значит, вот они на карте находятся. Раз, два, три. Например, здесь, да. Завоевывая военно-начальников на карте. Вот можно посмотреть здесь, открыть, видите, цветами. Ну, не очень сильно оно видно на самом деле. Но, в общем, видно. Завоевывая их, можно их... Так, нанять 10 копейщиков и 14. Ну, давайте, найдем остаток, который остался. И отбейте предстоящие нападения. Вот бегут еще. Немножко рисковатые здесь углы полигонов, как мне кажется. Ну, ничего. Здесь полная 3D в предыдущей карте была. Такой, как бы, в предыдущих ферме. Ты хорошо защищался, мой друг. И я горжусь твоим командованием. Установить двойные порции риса. Сможешь управлять деревней. Построив эти фермы, мы будем отправлять в амбар богатый урожай и можем увеличить порции риса. Увеличить ставку налогов. Налоги тоже увеличим. Кто не знает, как здесь работает система экономики. Значит, у вас есть... Так тихо, хватит. Your sire. Значит, у нас есть склад ресурсов, куда приносятся ресурсы. У нас есть амбар, куда приносится еда. И у нас есть наши жители. Вот, кстати, свободные, ненанятые жители стоят вот здесь, на входе в доджо. Это наша халупа, которая 8 крестьян поддерживает. Но нам не хватает древесины. Я бы посоветовал вам построить лесосеки. Лесосеки, слушайте, что это за лесосеки? Давай их хватит. Хватит дрожать. Нужно расправить плечи. Давай посмотрим, на что способны твои войны. Захватив находящихся по соседству военачальника в этой области, король может послать прямое предупреждение тем, кто все еще не подчиняется ему. Каждый военачальник должен потерпеть поражение в бою, прежде чем он присягнет на верность вам. Замечательно. Недостаточно золота для обучения этой единице. Хорошо, могу я теперь сказать? Спасибо. Итак, у нас есть жители, и вокруг жителей крутится вся экономика. Значит, мы с жителей собираем налог, но если мы поднимаем ставку налога, у нас сразу идет ухудшение настроения жителей. Если у нас ухудшение идет настроения, жители покидают нашу деревню, замок, неважно. Соответственно, им надо это настроение поддерживать в плюсе, выдавая двойные рационы, дополнительные какие-то порции овощей или свинины, или тут чай, или одежда. То есть, в общем, здесь немножко добавлено по-другому. Но механика осталась точно такая же. Поэтому давайте мы сейчас дождемся, не знаю, есть ли смысл дожидаться, пока нас тут атакуют, или пойдем завоевывать, вот если эту толпу выбрать и попробовать. А тут маленький, тут сколько их? Раз, два, три. Давайте их завоюем. Вот такая толпа у нас через джунгли побежала. 13 на 6, там можно было, конечно, побольше плевальщиков. Так, теперь мы идем атакуем вот этого дядьку. Видите, в него там плюют. Самурай. О, нас атаковать побежали, блин. Так, и вот теперь смотрите, я к нему должен подойти, воинами, да, ну то есть я тут должен побыть какое-то время, и он присягнул мне. Теперь этот военачальник перешел под ваше командование, ваше превосходительство. Нажмите кнопку военачальники, чтобы открыть карту военачальников. На нас напали! Че, отбились? Окей, ладно, хорошо. Значит, вот военачальники, день 6, нажимаем. Воказан обзор всего поля боя. Ваше владение обозначено значком вашего повелителя. Другие владения принадлежат другим военачальникам и могут быть захвачены для достижения стратегических целей. Выберите нового захваченного военачальника, чтобы просмотреть доступные им грамоты. Убираем, и вот у нас есть вот он, кабан. Значит, в зависимости от того, какого типа, видите, эти крысы, они специализируются на определенных вещах. Там их 6 или 8 типов, не помню точно. Можно улучшить военачальника. Значит, у нас есть вот очки влияния, видите, 42. И я могу, допустим, запросить поставки риса или запросить поставки овощей или мяса. Например, давайте попросим его поставки овощей. И он нам будет присылать эти товары. Может издавать уникальный набор грамот, а также приносит уникальные бонусы, находясь под вашим командованием. Значит, каждые... Сообщение от Тхук фана. 10 секунд будет поставлять 6. С честью, клан Тхук становится сильнее. Вы оправдали мое доверие. Но мы еще не в безопасности. Нам нужно захватить еще одного военачальника, чтобы соседние племена оставили нас в покое. Говорят, что хорошо иметь друзей. Так, давайте их выстроим в линеечку. Можно тут каждому отдать. Где у нас плеватель? Один остался плеватель, да? Ну давайте вот тут. А, нормально, достаточно-достаточно. Этого сюда поставим. Этого, например, сюда. Второго к нему туда в гости. Этого третьего. И этого четвертого сюда. Эти ребята, вот мы выбираем, ставим их в линеечку. Их можно поставить вот так. А что ты не стал? Сюда? Ну ладно. Пускай так будет. Этих тоже можно, допустим, поставить, чтобы они стояли. И дать им направление. Вот так. То есть управлять войсками мы можем таким вот образом. Я думаю, этих ребят нам, в принципе, хватит в ближайшее время. Пускай они там как-то стоят. А мы пойдем рубиться. Значит, тут у нас тут перешейок есть. И давайте вот сюда пойдем. И вот сюда в джунгли. Так. Здесь тоже, кстати, сформируем какой-нибудь порядок. Карта трехмерная. Полностью теперь крутится. Вот. Единственное, что она не наклоняется. Тем не менее. Мини-карта крутится вместе с вами. Либо можете ее залочить. И она... Блин, как она тут? Не попадаю я, короче, сейчас. Но ее можно залочить. Так. Ну что, побежали. Блин, проломали забор. Можно установить агрессивный порядок. Вот, допустим, агрессивная атака. И теперь погнали на этого. Вон там он жесткий самурай. Там всем дал. Можно загнать их всех сюда, чтобы они все зашли. И окружили его. И тогда можно будет вот его в рукопашную колбасить. Этих можно, например, поставить вот так, сказать. Чтобы они здесь... Все, кто плеватели, естественно. Вышли вот и не попадали под атаку. Так. Соответственно, надо вот взять, выбрать. И рядом с ним постоять. Все, теперь он наш. Ой, победа. Тут у нас, как обычно, статистика. Общий результат. И погнали дальше. Итак, миссия 2. Объединение племен. Наращивая силы, Тхук Фанг поглядывает на граничные регионы, занятые силами захватчиков Хунга. Описание задания. Наступайте, создавайте оружие и нанимайте войска. Захватите военачальников ближайших государств. Возьмите штурмом замок и убейте короля Хунг. И защитите властителя любой ценой. Подсказки. Короче, ладно. Пропустим. Итак, мы сами с усами. Так, это вот замок, да? Ох, стена тут такая толстая. Замок в три раза меньше, чем стена. Так, здесь у нас уже журавлик, которого можно будет захватить. Мы достигли границ империи. Будьте бдительны. На заставе Хунг нас однозначно заметили еще издалека. Окей. Мы очень рады. Давайте с едой решим. Вместимость домов достаточно для увеличения населения. Наши дома сейчас очень убогие. И это сказывается на популярности. Мудрый правитель построил бы более качественные дома для роста популярности и привлечения крестьян. Смотрите. Значит, в этой игре, в отличие от предыдущих, есть уровни зданий и есть такое понятие, как качество. Значит, качество... Если общее качество жилья превышает количество ваших работников, это увеличивает вашу популярность. В противном случае снижает. Значит, вот этот дом, который обычный дом, не лачуги, а разные хижины, обеспечивает 8 жилых мест и качеством 8. То есть, грубо говоря, поставив его, вы обеспечиваете 0. То есть, если мы построим, например, большой дом, мы получим прибавку сколько? 8 жилых мест на качество 12 плюс 4. Нам просят изысканный. Я так понимаю, большой дом – это изысканный дом. Тут немножко с переводом, конечно, нету... Как это? В английском такое понятие consistency, да? То есть, когда у вас есть единое понятие между разными кусками, да? Оно одинаково переведено везде, во всех местах. Ну, в общем, такое. Чтобы получить хорошо экипированную армию, нам нужны новые оружейные мастерские для создания луков и топоров, а также оружейные для их хранения. Хорошо. Замечательно. Давайте посмотрим, ой... Чем мы там можем побаловаться? Нам нужен арсенал, который это все будет складываться. Пускай здесь будет пофиг. И здесь поближе к складам, да? Раз. И топористов вот таким образом. То есть, я создал с одним проходом. Тут у нас теперь такое понятие появилось, как вход-выход. У нас такого раньше не было. Давайте еще лучников бахнем. Нам все равно надо построить 2 и 2, да? 85. Вот так, смотрите, налоги. Плюс 16. Если так, это будет минус 6. Если мы им дадим второй рацион, будет минус 1. Вот, зараза. Плоховато. А, стоп, это сколько? Да, двойной рацион. Это маловато. Пускай будет лучше плюс... Плюс сколько? Нормальной налоги. Непонятно, сколько плюс. Вот, 117. Так, давайте мы сейчас второго топориста сюда. И пусть они отсюда выходят. И вот в арсенал складывают. Надо было, наверное, отступить на одну, и чтобы они вот сюда вот так вот здесь ходили и вот проходили. А так эти веревития не обходят, получается, сзади. А переместить здесь нельзя. Ну, ладно. Сего оружия у нас, смотрите, будут луки, арбалеты, доспехи, копья, мечи, тяжелые булавы и топоры. Сейчас мы делаем первые уровни. Вот, понес. Что он понес? Лук понес. Соответственно, мы сразу можем заказать лучника. Лучника, фигучника. Так, выставляем их сюда, и давайте это вот сейчас их всех тут атакуем. Лучник, смотрите, аж отсюда лупит. Видите, этим надо вот сюда прибежать, этим плевателям. А лучник вот отсюда бьет. То есть чувствуйте дистанцию работы. Давайте сюда зайдем. И плюй. А эти, пожалуйста, вот сюда встаньте. Ой, а че это я так? А, валить его. Все, нет, еще не все. Тут сверху у нас там плюет, а ты посмотри. Ой-ой-ой-ой, тут какие-то прибежали. А че вы прибежали? А где вы взялись вообще? Того забили. Этих забили, а ну к нему идите. Все, захватили. Ура! Нас, конечно, немножко потрепали. Ну как немножко. Нифига себе, один остался копейщик. Вместо него сейчас наберем топористов, лучников. Ну, я не знаю, с десятка-полтора вот этих охламонов. Так, и теперь можно перенести точку сбора сюда. И че мы можем от него? Че мы можем от него? О, золото, отлично. Он золото дает. Журавль дает золото и дипломатию, но нам лучше золото. Это наш хозяин. Так, у нас здесь... Шут! Так, у нас тут появился еще один. Можно попробовать его сейчас взломать. А ну попробуем, кто у нас тут из ребят. Три лучника. Четырнадцать... Слушайте, а можно попробовать? Интересно, группа из них формируется? Да, формируется. Контрол один. Ну, короче, ручки-то помнят с девяностых годов. Вот, лучники прямо отсюда их, смотрите, шваркают. Классно. Эти зоны и стали в кушарях. И никого не трогают. И этого уже почти завалили. Ты смотри, как быстро. Ну? Давай, 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 давай. Ура, все. Валим назад. Валим домой. У нас теперь достаточно очков дипломатии для издания грамоты. Но помните, что наши военачальники также могут быть атакованы из-за хвостов. Ммм, недостаточно у нас. Можно обеспечить их надежную защиту. Сообщение от Тхукфана. Разведчики сообщают о том, что в нашем направлении движется армия Хонг. Какая армия еще? Да ну-ну-ну-ну-ну, не надо никаких нам армей. Мы должны показать империи Хонг, что мы делаем все. Все сюда. Лучников наверх. Далее. Из этой толпы плевальщиков тоже наверх. Сколько получится. Все кроме одного. Ну и тогда это у нас будет... А, даже не одного. Вот этих вот надо куда-то сейчас сюда. Тут иногда их можно запахнуть. Иногда получается, иногда нет. Пробуйте, короче. Так, и это у нас будет все вторая группа. А вот эти охламоны, это первая группа. Первая, вторая, первая. Да, все верно. Значит, эти стоят у нас в пассивной обороне. То есть будут только отбиваться, когда на них нападают. А эти ребята у нас стоят в оборонительном... Так, оно активно... А чего не изменяет? Активная оборона. Такова теплость. Патрули... О, патрулировать между двумя точками можно. Прикольно. Боевой порядок. Нет строя. Ну ладно, хорошо. Странно. Хотя я хотел, конечно, чтобы они были... И центральная клавиша, и мышь тоже не работает. Ладно. А у этих работает, смотрите. Оборонительный боевой порядок. Пассивный, оборонительный боевой... Ну давайте вот так сделаем. Так, и наберем здесь еще... Нужно оружие, ваше высочество. Наши войска готовы. Теперь рекомендую показать этим военачальникам, в чем должна заключаться их верность. Каким образом? Так, давайте сохранимся на всякий случай. Это у нас компания 1, вторая... Миссия... Миссию... А то он уже вылетел, а разик. Кто? Кто они? Так, а что у нас тут... С этим можно что-то... О, еще золото отправить. Отлично. Так, сколько у нас людей здесь? О, здесь дофигища людей. У нас 205 золота. Я бы нарастил еще производство. Что у нас там с деревом? С деревом нормально. С бамбуком, то бишь. Еще лучников бы нарастил. Вот так, два раза. То есть, 4 лучника на 2 топориста. Я хочу много луков. Я всю жизнь привык играть от луков. И поставим здесь каких-нибудь еще пару. Ну, пускай... Не знаю, где тут. Эй, кто? Кто? Как? Уже? Когда? Где? Всем, всем вломить. Что-то я пропустил этот момент совсем. От слова абсолютно. Все? Всем? Всех? Всем, всех? Встань в линеечку. Так, и раз на нас напали, тогда я предлагаю всей вот этой вот веселой оравой быстренько вломиться вот сюда. Пока тут новых нету. О, отлично. Ловите их тут на входе. Эти отсюда стреляют? Нет? Да. Замечательно. Прямо через ворота. Тогда давайте группа номер два пускай немножко отработает по военачальнику. А группа номер один подойдет вот сюда. Вы заходить будете, господа? Вваливайтесь. Вас приглашают. И отработать по военачальнику. Это будет долго. Так, нам бы сейчас на этих не наскочить. Хотя, с одного стороны, можно сразу и... О, это нормально пошло от копейщиков и топористов. Так, куда звук пропал? У нас пропал звук. К сожалению, крайне нестабильный пока предрелизный билд. Все, ура. Теперь группа номер два. Пожалуйста, отстреляйтесь по плевателям. И вот по этим тоже можно. Группа номер один. Болите всем. Атаковать область. Эй. Атаковать область. Не, совсем никак. Или это только капит... Ладно, я понял. Давайте бегом. А, вот тут эти есть еще. Где мой звук? Что происходит? Захватите 4... Ой, 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 ой. А у нас тут проблема. Блин, к нам гости. Военно-начальника надо защищать. Тот отбился, но надо немножко ему помочь. Проворонил я этот момент. Так, а что у нас здесь теперь? А здесь у нас 12 лучников. Не на всех есть золото, но... А ну, болейте, пацанам. Вот так. Все, больше нету там никого. Побежали, быстренько заберем военно-начальника сейчас. Эти пусть стоят наверху здесь. Как ты? Звук пропал, и я уже ничего не слышу сразу. Плохо. Ладно, хорошо, давайте тогда топористов поставим здесь. И будем их качать. И пусть они вот сюда все приходят сразу. так. Здесь чего у нас происходит на югах. Валите. Вот этого. И военно-начальника тоже. Всем на орехи раздать. Ура, ура, ура. Четвертый захватывается, журавлик. Так. Третьему журавлику дадим отправить золото. Ура. Ну, захватили, нет? Да, захватили. Все. Убегаем теперь сюда. И мне, пожалуйста, группа номер два, ну, те остатки группы номер два вот сюда. Жалко, здесь нельзя поставить. Вот, вовремя, вовремя, мы вовремя бежим. Сейчас мы с фланга их, подождите. Мы сейчас их с фланга врубим. Ура. Так. Все, мелочь, конечно, пузатая у нас. Дохнет быстро. Но, в принципе, слушайте, осталось восемь пикейщиков. И жалко, у нас тут нет никаких оборонительных башен. Я бы сюда куда-нибудь поставил, чтобы вот отстреливать с этой стороны. Так. Нам бы вот этого захватить, плацдарм. Так. И тогда можно будет его, во-первых, камень у него забрать можно будет. А во-вторых, ну, как-то немножко отвоевать это дело. Так. Давайте мы поставим этих сюда. Тоже в линеечку. Вот так. И этих в линеечку. Все, стали. Вы кто? Вы лучники, да? Ты топорист. Топорист, давай сюда куда-нибудь. Топай. Четыре лучника. Ура. Так. Только давайте, наверное, теперь вот сюда куда-то все-таки будем встать. Вот сюда, на полянку. Так. Вы сюда. Пожалуйста. Мне непонятно, где мой саунд. О, смотрите. Они с ними типа воюют. То есть, они их быков убивают. А если я загоню своих лучников? Вот мне интересно. Ну, стойте, лучники. Сколько у вас здесь? И сколько у вас, например, здесь? Одиннадцать человек. Ого, то есть подавляющее большинство. Нужно оружие, ваше высочество. Согласен. Вообще, даже не спорю. Денег хватает. Для работы этого здания недостаточно свободных рабочих. Серьезно? А, вы сейчас снова... А, минус один. Оп, стоп, тихо. Что-то у нас тут... Хорошо, подождите. Где дома? Дома, дома, дома. У нас 1300. Ну, давайте построим здесь такой вот домик красивый, да? И у нас счастье прямо 16 будет. Вот, теперь нормально. Все, пускай они там копятся. Я так понимаю, вот эти ребята ко мне теперь регулярно ходить будут. Да, точно. Значит, тогда вот этих быстро сюда сейчас. Вот статистика у них есть определенная. Атаковать область. Вот, давайте, пускай они шваркнут сюда сейчас. Хорошо пошло. Ну, а теперь вот этих вот. Лучников вырезали. А, лучников вырезали уже. Все. Хороший залп, и все, их нету. Слушайте, топористы хорошо работают. Так, вот теперь можно попробовать вот этих ребят быстренько отправить вот сюда на доджо. И посмотреть, стрельнут они вот этих вот или нет. Должны стрельнуть. Так, кто у нас снизу остался? Снизу у нас есть вот такие, да? Ладно. там, ближайших нету, и кабаны у них тут лазят. О, отлично. Свистит это дело. Дальше получится, нет? Вот этих. А давайте вы сюда идите. вот сюда, да? И атаковать область. Где тут? Атаковать область. Чувырк, чувырк, чувырк. И куда ты? А ты на переправу? Да, вас сейчас там быстро приговорят. Так, а есть эти быков пока валят? Сможете, нет? Нет, не сможете, да, далековато. Давайте вот этого. Еще никак. Ладно. Хорошо, эти тогда пусть стоят. Этих пока нету. Тогда возвращаем этих сейчас сюда. И вот этой вот веселой толпой бежим сюда. А этих поставим сюда сейчас. чтобы они нас тут защитили. Если чуть шо будем отбегать. Так, тут четверо их. И тут лучников. Во, по нам тут уже шмонают. нет, пацаны, давайте вот сюда, а потом будем разбираться. Потому что нас сейчас всех перестреляют. И вас, и нас. Так, все, всех идите сюда. давайте валите его. у нас тут цельного начальнички. Ваши налоги уплачены. Ваши налоги уплачены. Окей, так, все. Захватили мы. Отлично, тогда я предлагаю вот этих передвинуть быстренько. где она тут. Вот сюда. Так, эти будут защищать у нас вот эту территорию. И, если что, отвлекать на себя. Не, ну не так. Это вы странно стали. Ну, хотя бы вот так. Эти тогда смогут стать не так далеко, а вот сюда хотя бы. Хотя, доджи далеко. Можно будет потом отступить под прикрытие генерала. Ты что такой несешь? А, это дерево у тебя. Так, это синее, слушайте, а ну подождите. А если мы вас сделаем второй группой сейчас и отправим вот тут атаковать местность. И не получится, Да, вот так. Сможете вы? Не, 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 а вот я им стрелять можете? Не можете, да? А вот так, раньше они как-то сами атаковали вот этих вот. Ладно, давайте вот этих попробуем. Но это сейчас мы отгребем от лучников на стенах, да? Нет. Да. Как бы да и как бы нет. Спасибо, что вы вышли ближе. Любил я тогда лучниками работать, и сейчас лучники хорошо работают. одного потеряли. Нет, больше достигает. Ух ты. Как же вас тогда взять, а? Так, надо много-много лучников, я так понимаю. И топористов, которые жирные. Да, сейчас накопится. Сколько у нас в арсенале еще шмоток? 17 луков, 2 топориста. Ух, вообще. Сейчас накопится. У нас их много. Денег у нас 500. Так, и вот к нам новая толпа идет, которая сейчас быстренько отгребет. Давайте пускай их там случайно немножко разделают. А теперь вот этих. Так. Все, есть такое. Приближается. В смысле приближается. Уже вроде все. Или еще кто-то. А есть ли я сейчас, подождите, сюда в болото. Так. Этих ребят сюда быстренько тоже. Пойдем это сюда. И тут вот так. теперь вся вот эта вот толпень она бегом вот так. Сможете вы как-то взять ее? Не знаю как. Правда. Нет, не получается, да? Тогда стреляем. что-то вообще не нихая. А ну-ка лучники отработать по одной цели. Раз. Два. Хорошо мне нравятся эти полосы. Три. давайте. А ну-ка агрессивненько по одной цели. Так. Все отлично. А теперь всей толпой вот сюда. Не знаю, киркой или молотом. Все, сейчас вход снесем. можно как-то одну стену проломать? Что вам там выгоднее? Короче, они сейчас все разнесут. Старые добрые времена. Только это будет долго. Я хочу агрессивного поведения в одном месте. Давайте башню сносить. Короче, я так понял, она сносится быстрее и лучше. Через стенам и стрелять. Что у нас лучников десять человек осталось? Это нехорошо. Вот это у нас резерв будет так замечательно и сюда и желатишко можно вот все больше не получается. Получается ура все валим. да нет вот этих валите. Это работники. Все заплатываем водоначальника. ура мы это сделали. Или нет? Кого мы там рубим еще? А еще мелочь всякая. Ну? Все? Постройте консульство. то есть в принципе то есть я вот без консульства прям выиграть не могу. Да? Вот блин зараза. Логично где тут консульство было? Где консульство? Не знаю нафиг оно нам надо. Все. Немножко глуповато но блин. Окей победа. Мы с вами это сделали и на этом мы закончим. Посмотрим что там в серии третьей. Ну в смысле миссии третьей. Марш на юг. Племена Тугфана объединяются и готовы двигаться на королевство Хунг. Ну отлично это продолжим уже в следующий раз. Всем не переключаться подписываться и ставить лайки. С вами был GameDragon увидимся на стенах Великой Империи. Всем пока. Субтитры 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 Продолжение следует...